Что значит вы не знаете? Отойдите, ребята, я вас не боюсь. Отойдите, отойдите. Вы привезли бандитов. Вы действовали как бандиты. Вы пришли как криминалы ночью, без всякой бумаги. Привезли детушек, с обрезами. Забрали у людей груз. Вы есть бандиты, ты есть бандиты, вы есть бандиты. И кто вас спасал, тот тоже бандит. Вы просто часть Майбахи, которой прикрываетесь государственными документами. Но вы настоящие бандиты. И вы бандиты. И, к сожалению, не используете этих ребят. Немедленно выгружайте груз. Немедленно выгружайте груз. Немедленно прекратите грабеж. Надо возьмите уголовное дело по этому субъекту. Поэтому снимайте их хорошо. Чтобы народ Украины сдал героев, и сволочей, которые их прислали. Снимите их хорошо. Потому что мы устроили тут вооруженный грабеж. С помощью детушек, которых мы только что видели. Какой детушек? И вы мне говорите, что вы их не знаете. Которые никто не так и не забудут. Вы лжете. Вы вретет им в глазах. И вретет в глазах всем, которые я сейчас вас смотрю. Как вы вообще смеете? Как вы вообще смеете? Просто вот таким же... Как вы смеете просто такие вещами? Какие? Вы не знаете, кто они такие? Кого именно? Да вы что? С вами приехали. Которые с вами приехали. Почему? Что все вместе стояли, что вы вместе стояли. Я думаю, что мы должны... ...за друг другом. Я хочу зафиксировать. Они сейчас убрали отсюда сопровождение. Подумали, что в Одесской области можно творить все, что угодно. При прокуроре стояли. Они привезли бандитов вооруженных. Которые говорят, что не знают. Эти бандиты украли у людей груз. Загрузили их машины под защитой спецназа. Они пришли, платили людям наличие. Да, драка начала уже. Помогают людей. Нет, нет, не помогают. У них нет. Да, да, нет. Да, и Бог вам здоровья. Как глава администрации. Сегодня орешки бесплатно. Да, да. Это принадлежит человек. Это принадлежит людям. Бесплатно ничего не бывает. Я, как глава администрации, имею полномочия по законам строительства. Следить за исполнением, в общем исполнении законности на территорию. Не тут не о законности идет речь. Тут идет речь о беспределах. Беспределах. Бандитов в форме налоговых налоговиков. В форме спецназа. Которых прислали из Киева. Из Запорожья. Чтобы обкрадывать наших граждан. Даже коммерсантам. Которые работают, в том числе и иностранцы на территории Одессы. Вот то, что происходит. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Как вам делать? Когда такая ситуация происходит? Как нам себя обезопасить? Вы приходите с автоматами. Что делать в таких случаях? Это третий. Они за сутки три. Ведь это не первый раз. Давайте сейчас это выгружать. И я буду... Третий склад. Я на работе. Давай. 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 Спецназа нет. Нанимают их. У них есть обмунтирование. У них есть оружие. Нет зарплаты. Потом приходит ореховая мафия. Которая имеет свою крышу в СПУ. В прокуратуре. Нанимают спецназ. Нанимают следователей вот этих двух. Я не знаю, как их назвать. Просто хорошее слово не приходит в голову. Нанимают и тушек, бандитов с обрезами, чтобы они еще пугали дополнительно людей там, где специалисты не действуют. Несколько средоохраны. Сплатят судьям взятки. Просто вчера у них не было вовремя документа. Но им документ не нужен. Они пришли, а сегодня они через суд пытаются легализовать то, что они вчера сделали. То есть эти люди, обычные грабители, под мантией, даже под не очень тщательным предкрытием государственного аппарата. Практически вся налоговая. Все службы СБУ, которые занимаются якобы коррупцией под руководством их руководителя, есть Демчина, в Киеве. Прокуроры. Все занимаются грабежом. Они убрали отсюда. Я еще раз говорю. Сопорились, и они подумали, что сейчас все можно. Но и стало по поводу, что еще есть я. И мы будем сражаться с ними до конца точно. Спасибо вам.